Привет, ребята! Я в Стамбуле, я встречаюсь здесь в конец лета или начало осени, и надеюсь, что осень, возможно, тоже здесь проведу, не знаю, посмотрим, как получится, как всегда следите за моими передвижениями в моем инстаграме. И сегодня в этом видео я хочу с вами поговорить про вход в новый сезон, новый рабочий сезон, новый учебный сезон, как это сделать правильно, как правильно выйти из отдыха, если вы ездили в отпуск и сейчас настраиваетесь на новый рабочий лад, или как правильно отдыхать, если вам только предстоит отправиться в отпуск. И в целом вот хочу поговорить про этот баланс между отдыхом и работой, потому что, как показала практика, люди сегодня абсолютно разучились отдыхать. Мы сегодня поглощены тревожностью, усталостью, непониманием того, как нам проводить время наедине с собой или как нам проводить время за пределами активной умственной мозговой деятельности. Я это вижу очень активно и по вашим комментариям, и по вашим вопросам здесь в ютубе, и в инстаграме, в директе, потому что люди действительно пишут, как мне отдохнуть, я не могу отключиться от работы, я еду в отпуск и переживаю за свои рабочие проекты, я нахожусь в своей квартире, потому что я не могу никуда уехать, отдыхать, и мне просто сложно найти вот этот способ переключиться на какую-то другую деятельность. В общем, во всем этом поговорим сегодня. Во-первых, всегда, когда вы планируете отпуск, надо заранее продумать, как вы будете потом из этого отдыха переключаться на работу. Как это можно сделать? Например, вы знаете, что у вас есть две свободных недели, и вы можете спланировать какую-то поездку, или даже если вы никуда не едете, а в своем холм-то районе, регионе проводите время, то всегда закладывайте хотя бы один свободный день в конце отпуска, перед выходом на работу, чтобы просто немножко привести мысли в порядок, и чтобы не получилось так, что вы, например, до вечера воскресенья очень активно и насыщенно отдыхаете, а в понедельник утром вам уже надо начинать работать. Вот этого лучше избегать по максимуму. Желательно, если вы можете, например, в пятницу вечером уже прекращать отдыхать, и в субботу и воскресенье потихоньку настраиваться на работу. Почему это важно? Потому что иначе в понедельник у вас будет очень сильный стресс, если вы только-только сразу с места в карьеру выйдете из отпуска в офис, ну, условно, в офис, да, домашний офис, несмотря как и где вы сейчас работаете, и сразу окунетесь вот в эту пучину стресса, огромного количества проектов, которые накопились за то время, что вас не было. В общем, это просто очень большая ошибка, если вы не даете себе небольшое пространство для вот этого вот перенастраивания вашего мышления и ментальной подготовки к другому ритму жизни, к рабочему ритму жизни. И есть еще такой совет. Не знаю, насколько у вас это может сработать. Напишите мне, если приемлема такая форма у вас в команде, в коллективе, в компании. Что можно сделать? Вы можете, например, в воскресенье перед началом рабочей недели несколько часов вечером уделить тому, чтобы быстро просмотреть рабочую почту, быстро наметить какие-то встречи на грядущую неделю, как-то вообще с легкостью войти в курс дела, посмотреть, что изменилось за то время, что вы отдыхали. И тогда вам в понедельник будет гораздо проще вливаться уже в рабочий ритм, потому что в понедельник ваши коллеги тоже будут на работе. Все захотят с вами переписываться, созваниваться, может быть, встречаться. И фишка в том, что у вас не будет так много времени спокойно разгрести свою почту. Вам придется быть со всеми на связи, кетчапы делать, какие-то встречи, митинги. И если вы можете вот так вот в воскресенье взять несколько часов и самостоятельно один на один проработать все моменты, то тогда классная идея в пятницу, вот этой первой рабочей недели, взять несколько часов свободных, то есть, например, закончить работу пораньше в счет всех затраченных в воскресенье часов, и просто закончить рабочую неделю раньше. И тогда ваша первая рабочая неделя тоже будет как бы ощущаться немножко короче, да? Хотя на самом деле вы потратили ровно столько же времени, просто вы его распределили на разные рабочие дни. Следующая вещь. Когда вы выходите из отпуска на работу, очень часто многие выходят с такой мыслью, что опять на работу, скорее бы следующий отпуск, когда я уже смогу опять отдыхать. И это сразу очень негативно настраивает вас на грядущую работу. То есть вы уже идете на работу с болью, вы уже идете как бы с ненавистью, с таким противоречием. Поэтому важно выходить в отпуск, например, с такой установкой. Как я благодарна себе за то, что я дала себе одну или две недели отдыха. Какая я молодец, что я разрешила себе спокойно отдохнуть, отвлечься от работы, подумать о чем-то другом, о чем-то приятном, заняться какими-то другими приятными вещами. Это первое. То есть поблагодарить себя. Второе. Прочувствовать, какие у вас внутри ощущения. Как здорово, что я полна сил. Как здорово, что во мне теперь больше спокойствия и размеренности. Какая я молодец, что мое тело теперь расслаблено, что мои мышцы расслаблены, что мое сознание открыто к новым идеям, к новым возможностям, к новым горизонтам. И вот нужно прямо прочувствовать вот эту тоже своеобразную благодарность самому себе опять-таки, но уже в таком эмоциональном ключе, что вы не просто отдыхали, а вы еще и словили вот эту волну спокойствия, которая вам теперь поможет дальше свою энергию более сбалансированно использовать. И третье. Важно думать о том, какой или какая я молодец, что я подарила себе этот отпуск, потому что теперь я с огромным желанием, с новыми силами возвращаюсь к работе, к текущей работе, к грядущей работе. Это важно здесь заметить, что вы не идете на работу с мыслью, ну когда же опять я поеду в отпуск, почему у меня была всего лишь неделя, а вы говорите, вау, у меня была целая неделя, и теперь я скопила столько энергии, что я могу ее грамотно распределять на свои проекты, я могу ее инвестировать в свои проекты, и это мне все воздастся, потому что тогда я приду к каким-то новым успехам и новым результатам, и этого не было бы возможно, если бы я не отдохнул вот эту вот неделю. То есть здесь очень важно, чтобы ваше мышление выглядело именно так. Если у вас такая работа, которая вообще вас не воодушевляет, и вы все-таки с большой сложностью вот эти все благодарности себе проговариваете, то маленький трюк, попробуйте с собой договориться, когда вы в следующий раз отправитесь в отпуск. Даже если это будет через год, пусть это будет для вас таким триггером, и вы тогда будете работать и с энтузиазмом, потому что вы будете знать, что через год вы сможете повторить вот это замечательное приключение или путешествие, в котором вы сейчас были, или через полгода, да, это уже зависит от ваших возможностей куда-то поехать, путешествовать или отдыхать. Мне всегда также помогает, когда я выхожу на работу после отдыха, подумать, что меня ждет в ближайшие, например, там, три месяца, да, в какой-то определенный период времени. Я вот так планирую примерно на три месяца. Например, я сейчас знаю, что я буду три месяца в Турции, и, например, да, я буду здесь три месяца, я буду работать над одним большим проектом, который сейчас у меня как раз идет по поводу него переговоры, я вам потом расскажу, как только мы договоримся во всем с моими партнерами, и думаю, что будет, кстати, очень интересно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новости, потому что я затеяла кое-что, о чем я несколько лет думала, и только сейчас все, кажется, становится реальностью. То есть я буду жить в Турции, я буду заниматься своим рабочим проектом, и есть там еще какие-то ряд вещей, которые я планирую делать в ближайшие три месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь. И понимание вот этой картины ближайшего будущего очень мне как-то поднимает настроение, и вообще просто подбадривает, и позволяет мне чуть лучше ориентироваться в пространстве, во времени, в моих амбициях, в результатах, в целях, которые я ставлю. И, кстати, ребята, не забывайте, что сейчас уже 8-й и 9-й месяц этого года, сейчас самое время вспомнить, что вы планировали в начале этого года в декабря, потому что до конца года осталось не так уж и много времени, пересмотреть свои цели и подумать, все ли вы успели сделать, может быть, какие-то цели уже отвалились, потому что они стали неактуальны, может быть, у вас какие-то другие новые цели появились, и вы можете успеть их сейчас воплотить, поэтому тоже есть смысл пересмотреть все эти планы. То есть очень здорово перед началом нового такого рабочего сезона вот пересмотреть все свои какие-то намеченные дела и составить план, по которому вы будете жить в ближайшие несколько месяцев. В этом смысле я, кстати, в последнее время большой фанат краткосрочного планирования, даже если у меня есть долгосрочная цель какая-то, то я разбиваю ее на маленькие куски, вы помните, да, я фанат концепции есть слона по кускам, и мне это очень помогает, потому что это просто эффективнее для меня лично работает. И также про планирование важно заметить, что, конечно, в условиях пандемии гораздо сложнее ориентироваться на какие-то вещи, особенно связанные с передвижениями, поэтому я рекомендую в свои планы не вносить что-то, что очень вероятно может измениться, именно потому что это зависит, например, от путешествия или передвижения или работы в разных точках мира, да. То есть все мои планы, которые у меня есть, они не привязаны к какой-либо локации, я знаю, что я их буду выполнять вне зависимости от того, в какой точке мира я буду находиться. Следующая тема актуальна будет для тех из вас, кто работает сейчас из дома, я думаю, что большинство из нас работает из дома, и мне очень-очень нравится, что есть возможность менять локации, то есть, например, работать из кафе, каких-то публичных мест, где разрешено находиться вместе с лаптопом и вообще разрешено находиться. Я к этому прибегала и до пандемии, но сейчас, особенно летом, и в Таллине, и здесь, в Стамбуле, я регулярно стараюсь куда-то выходить, вот, например, как здесь. Покажу немножко вот этого места, где я сейчас нахожусь, это называется Бомонтиада, это такой творческий кластер, здесь очень много разных кафешек. Я здесь впервые оказалась ровно год назад, когда попала в Стамбул, и мне об этом месте рассказала девушка, которая работала в одном прикольном местном магазине, она мне просто на карте показала, куда идти. Это самое здоровское, когда именно местные люди советуют какое-то место для посещения, вот, но я решила сюда в этом году еще раз прийти, сейчас пойду в кафе, закажу себе что-нибудь, буду работать. Здесь можно смотреть кино, здесь есть разные магазины, в общем, такое любопытное место, если вы хотите посмотреть немножко альтернативный Стамбул. Вы знаете, я не люблю всю эту тему туристическую, поэтому я вам во всех своих прошлых видео тоже показываю исключительно вообще Стамбул, местных, современных, классных, молодых людей. Ребята, пока я работаю, хотела рассказать, что у Lingoda начнется скоро в очередной раз спринт и супер спринт 23 сентября. Lingoda — это онлайн-школа для изучения иностранных языков, английский, французский, немецкий, испанский, взяла в английский, и они позируются в Берлине. Я хочу вам рассказать, что у них есть такой формат, как спринт, когда ты занимаешься языком три месяца интенсивно, в месяц ты проходишь 15 уроков, ты сам выбираешь время, можно заниматься в любое время суток, в любой день недели, и фишка в том, что если вы не пропустите ни одного из этих 15 уроков, то вам вернется половина оплаченной суммы за обучение, то есть в КЖП 50%, что очень круто. И за три месяца можно успеть пройти целый языковой модуль, то есть, например, если вы сейчас на уровне А2, то вы успеете за три месяца перейти на уровень Б1. Я с Lingoda знакома уже 4 года, и точно знаю, что у них очень крутое качество образования, все учебные материалы у них бесплатные. Самое удобное, что в группе для изучения языков у них обычно 3-5 человек, не больше, мне кажется, это самое то. Чтобы зарегистрироваться, вам нужно оплатить депозит, это 49 евро, но у меня есть промокод, который вам даст скидку 10 евро, что очень приятный бонус, и депозит нужен просто, чтобы дать гарантию Lingoda, что вы точно будете учиться, потому что количество мест ограничено, и им нужно знать, сколько учеников действительно хотят участвовать в этом спринте. Вышло солнце, мне пришлось чуть-чуть пересесть, но да, в общем, ребята, я вам искренне рекомендую Lingoda, потому что я сама знакома с их коллективом, и это одна из самых классных компаний, в которой я когда-либо работала, и проходите по ссылке, чтобы узнать детали. Мне кажется, изучение языка вот в таком режиме, 15 уроков в месяц, это самый классный ритм для того, чтобы войти в новый учебный сезон, рабочий сезон, то есть вы можете спокойно продолжать работать и одновременно с этим изучать язык. В общем, класс. Work-life balance в действии. Я провела 2-3 часа уже здесь, в этом кафе, и сейчас пойду домой, но мне действительно очень-очень нравится работать из разных мест. Сейчас, пока все еще открыто здесь, это мне помогает войти в какой-то ритм спокойный, и также осознание того, что я просто могу менять локацию, и это мне как-то дает свежесть, восприятие, новые идеи классные, так что вот это тоже вам один классный совет. Если есть возможность, работайте из разных мест, не только из своей квартиры, может, из парка, может быть, не знаю, в каком-нибудь кафе, в библиотеке, в общем, все, что угодно, все, что у вас открыто. Вообще, очень удивительно, интересно, увлекательно наблюдать за тем, как сейчас весь мир переходит в режим работы, в котором я работала 5-7-8 лет назад, да, вот этот режим удаленной работы, либо фриланс, у меня столько друзей, ребята сейчас перешли на фриланс, уж не со своих работ и просто куда-то кто-то успел куда-то уехать в тепло, как я, и стал работать удаленно или на себя. Это очень интересно, потому что вспомните, как буквально нескольких лет назад, может быть, даже год назад, люди опровергали тот факт, что это удобно работать из дома, или что это удобно работать из разных точек мира. И все так любили офис, но не все, очень многие люди просто были большими адептами офисной жизни, офисной работы. В жизни, в мире, действительно нет ничего невозможного, и я, честно говоря, рада, что это изменение происходит наконец-то глобально, что все больше и больше людей видят в этом прелесть. Я понимаю, опять же, что у всех разные ситуации, да, если у вас, например, дети, то вам сложно, скорее всего, дома с детьми находиться. То есть, сейчас не говорю о том, что все должны теперь работать только из дома, но просто сама идея о том, что какая-то одна вещь, которая всем до этого казалась нерациональной, теперь становится нормой для абсолютно всего мира, это для меня фантастика, и я очень-очень этому рада, потому что я считаю, что изменения нужны, если нет изменений, то нет роста и нет улучшений. Соответственно, да, через боль эти изменения сейчас проходят у некоторых людей, но я верю, что это к лучшему. Многие мои друзья, например, в Великобритании или в Америке, уже знают, что они будут работать из дома до марта 2021 года, кто-то вообще до сентября 2021 года, то есть, это такая штука, которая просто так быстро не пройдет и не уйдет. И очень интересно будет за этим наблюдать. Напишите, как у вас с этим дела, как вы вообще сейчас себя чувствуете, в каком формате вы работаете и как вам удается при этом держать этот баланс между работой и своей личной жизнью. Теперь немножко про отпуск. Кому-то из вас он еще только предстоит. Возможно, и я здесь хочу отметить о том, что отдыхать нужно уметь тоже правильно. На Патреоне мне несколько человек задавало вопрос о том, как отключиться от работы, когда ты отдыхаешь, неважно, дома ты отдыхаешь или ты куда-то выехал. И это такой парадокс, правда, что мы в 21 веке не можем разрешить себе отдыхать. То есть, мы настолько поражены вот этой нервозностью, тревожностью, неуверенностью в каких-то вещах, что мы вынуждены постоянно думать о работе. Ну, не вынуждены, конечно, это все равно выбор человека, о чем он думает и как он относится к своей работе. Я для себя, например, решила, что когда я приехала в Стамбул, я взяла одну неделю отдыха полностью. Я вообще не занималась работой, не думала о рабочих каких-то моментах, поставила on hold все вопросы, не общалась ни с кем из моих коллег, ну, там, рекламодателей или ребят, которые со мной работают. Вот просто вообще занималась чем-то для души. И вот здесь очень важный момент, чем именно ты занимаешься. Потому что я сразу определила для себя, что я не хочу не только не напрягать себя умственной работой, но и не зашлаковывать свой мозг различным мусорным каким-то контентом, мусорной информацией. Что я подразумеваю? Это любые ток-шоу, сериалы, какие-то видео на ютюбе. Вот весь визуальный контент, который я обычно в течение дня употребляю в огромном количестве, я просто ликвидировала из своей жизни на целую неделю. И это дало мне пространство просто начать слышать и видеть другие вещи. Я стала просто слушать музыку, если мне хотелось какого-то еще шума, каких-то звуков на фоне. Я стала просто сидеть на террасе и смотреть на город и слушать город. Я практически вообще ни с кем не общалась, что тоже очень и очень важно. и у меня еще был такой голод к искусству, поэтому я пошла в музей и я вообще у меня здесь в квартире, в которой я живу есть очень много книг красивых об искусстве и я смотрела эти иллюстрации, работы, картины, инсталляции, которые сфотографированы в этих книгах и просто впитывала в себя абсолютно другую информацию, к которой я не прикасаюсь на ежедневной основе. И это очень важно, ребята, заметить, потому что если вы посмотрите, какого рода информацию вы употребляете, вот, например, в течение последнего месяца, что вы употребляли, то вы заметите, что это в принципе примерно одно и то же, скорее всего. То есть это видео одного и того же формата, это информация одного и того же формата или из одной и того же какой-то сферы или индустрии. И очень важно дать себе возможность услышать и увидеть абсолютно другие вещи, с которыми вы не сталкиваетесь на ежедневной основе. Сюда также входят книги, это прекрасно, читать книги и тоже именно, чтобы сам процесс, когда вы просто молча читаете, не аудиокниги, а именно бумажные или на каком-то электронном носителе, смотря как вы читаете. Я, кстати, купила себе читалку киндлскую недавно и это вообще изменило мое отношение к чтению в лучшую сторону. Кстати, возможно, сделаю видео про мои находки лета в плане гаджетов и в плане вообще каких-то интеллектуальных вещей. Если вам интересно, напишите мне под этим видео, могу вам рассказать свои топ-любимые штуки этого лета и вообще последних, не знаю, полугода. Но да, чтение не на телефоне. Либо если на телефоне, то в ази-режиме, чтобы вас никто не отвлекал сообщениями. Чтение — это просто прекрасно. Разрешите себе отдохнуть. Это важно. Просто вот дать себе обещание, что вы ничего не будете делать, связанного с работой, и что желательно вы будете вообще делать какие-то другие действия, не те, которые вы совершаете даже по выходным, например. В рамках вот этой большой чистки своей отпускной, помимо того, что какую-то пищу для ума себе искала, также занималась своим телом и организмом, сократила употребление разной пищи, которая мне казалась по каким-то критериям некомфортной больше, да, перешла больше на клетчатку, на овощи, на фрукты, на что-то такое свежее, здоровое, кефир с пробиотиками. Принимала очень много солнечных ванн, плавала в бассейне каждый день, любовалась красотой города каждый день. Это все тоже очень-очень влияет на мое эмоциональное состояние всегда, потому что мне важно, чтобы мой организм себя хорошо чувствовал и мне важно о нем заботиться. Я также продолжала делать свою зарядку периодически без особого энтузиазма в этот раз, потому что я с марта, с середины марта каждое утро делаю зарядку минимум по 10-15 минут. И сейчас мне наоборот хотелось в более таком лайтовом и релакс-режиме заниматься какими-то спортивными активностями. Ну и также я находилась в тепле, что очень сильно повлияло на мое состояние, настроение, расположение духа. И если вы сейчас едете отдыхать, даже если у вас нет возможности выехать куда-то в теплые края, если вы хотя бы исключите из своего ежедневного рациона вот этот вот шлак информационный, это уже во многом во многом вам поможет. И еще я должна сказать, что я практически ни с кем не общалась за эту неделю, что мне тоже дало очень много пространства для размышлений. И вообще я обалденно люблю находиться наедине с собой. Я вот прямо фанат, кайфую. Я люблю общаться с людьми, но я просто балдею от того, когда я одна. И я могу молчать весь день. Или я могу просто вот быть со своими мыслями. Мне даже не нужно особенно что-то делать. Но я могу выйти в кафе или в ресторан, или я могу пойти в кино в нормальной жизни. Сейчас я в кино не была ни разу за последние несколько месяцев. Но вот этот факт того, что я могу просто быть сама по себе, он мне дает такое всегда удовольствие. И если вы не умеете находиться одни, то я вам очень рекомендую этому научиться. Потому что, ребята, это правда улучшит качество вашей жизни, это улучшит ваши отношения с людьми, это улучшит ваше восприятие мира и то, как вы мир видите. Я сейчас не говорю о том, чтобы постоянно находиться одному, потому что совсем не общаться с людьми, это тоже плохо, это нездорово. Или если вы наедине с собой много времени проводите, смотря какой-то контент, потребляя контент, вы в телефоне или вы смотрите какие-то видео, это не очень здорово тоже. Вот я, когда говорю про время наедине с собой, я подразумеваю, что я реально не отвлекаюсь на что-то другое, я не пытаюсь себя занять или себя развлекать. Я остаюсь наедине со своими мыслями, я слушаю свои мысли, я думаю, какие у меня ощущения, какие у меня эмоции, как у меня, как мое тело себя чувствует. Я как будто бы устанавливаю связь со своим внутренним стержнем, со своей внутренней силой. Это очень-очень важно, потому что самое простое, это когда вы один, просто уткнуться в экран, смотреть какое-нибудь кино, и это нормально, в этом нет ничего плохого, но если есть возможность провести время наедине с собой качественнее, то почему бы этого не сделать? И да, кстати, даже если вы идете куда-то в ресторан, одни, да, я, например, в прошлую пятницу вечером в 8 вечера вышла здесь недалеко от дома в мой любимый ресторан, надела свое лучшее платье, свою новую красную помаду, и вообще просто великолепно себя чувствовала, я пошла одна в ресторан, мне так хотелось просто вот кайфануть, знаете, пойти вкусно поесть, пообщаться с любимыми официантами, которых я здесь не видела полгода, просто отдохнуть душой, и я так прекрасно провела время, и вот не уткнувшись в телефон, а просто вот сидя, наслаждаясь едой, разглядывая людей вокруг, это было просто, вот не знаю, высшее наслаждение для меня, и вот такое качественное времяпрепровождение с собой, оно действительно очень тоже позволяет вам и отдохнуть, и лучше узнать себя, и немножко перераспределить свои внутренние силы, и сосредоточиться на том, что у вас внутри. Расскажите мне в комментариях, удалось ли вам этим летом отдохнуть, и куда-то съездить, либо вы дома отдыхали, как это происходило, не забывайте про очень классное предложение Хлингоды, про спринт, если у вас сейчас есть желание учить язык, в ближайшие несколько месяцев, спринт начинается 23 сентября, так что успевайте записаться на него, и конечно же, мы с вами остаемся на связи в инстаграме, не забывайте, потому что я там публикую сториз, я показываю свою жизнь в Стамбуле в том числе, и конечно же, мы остаемся с вами на связи здесь, в ютубе, если вы еще не поставили колокольчик, то поставьте, потому что тогда вы тоже первыми узнаете о выходе моего следующего видео. Всем желаю прекрасного дня, прекрасного и бодрого начала осени, и увидимся с вами уже скоро в следующем видео. Пока! Ребята, в Стамбуле нереальная жара. Я сняла маску, чтобы сказать вам, что у меня есть еще одно видео про привычки, переходите на него. Если вам интересна тема развития привычек, или просто хочется побольше о каких-то интересных принципах жизненных узнать, то я думаю, что это видео тоже вам понравится. Субтитры сделал DimaTorzok